Розина Штольц, французская оперная певица. Виктуар Викторина Наэль родилась 13 января 1815 года в Париже на бульваре Монпарнас, когда еще не прошло и месяца после окончания наполеоновских войн. Ее отцом был консьерж Ларентин Наэль, а матерью его жена Клара Штоль. Своё первое обучение вокалу она получила в качестве пенсионера в королевской школе Шан и Декомосьон под руководством музыкального педагога Александра Этьена Шарона. Затем совершенствовала своё мастерство у Луи Антуана Элеонор Паншара. Наэль дебютировала как драматическая актриса в Брюсселе в 1834 году. Как оперная певица выступила в Голландии, затем была приглашена в оперный театр в Брюсселе, где знаменитый французский тенор Нури пришел в восторг от её голоса и устроил ей ингажемент в Париж. Голос Штольц, мецисопрано, отличался силой и красотой звука. Её хвалили за красоту тонов в диапазоне контракта и сравнивали с одним из ведущих сопрано-оперы, Корнелли Фалько. Розина имела также псевдонимы Роза Нева, Мадам Терно, Ивана Мазель и Луис. Она выступила в столице Франции в 1838 году. Пела в жидовке, гугенотах, дон-жуане, фаворитке. В последнюю роль Леонора де Гусман специально была написана итальянским композитором Гаэтана Деницетти для Розины Штольц. 2 марта 1837 года она вышла замуж за Альфонсо Лискюе, директором Мане, родив ему сына, также названного Альфонсом, 21 сентября 1836 года в Брюсселе. Она ушла из оперы в 1847 году из-за скандала из-за ее отношений с Пеле. Возможно, у нее был ребенок от Пеле, поскольку они некоторое время путешествовали по Гавру из-за ее недомогания. Позже она вышла замуж за Мануэля Дагадоя Дибасана, третьего принца Дагадоя Дибасана, и была давней любовницей Эрнеста II герцога Саксонко-Бургосского, который предложил ей замок Кетчендорф. В 1856-м Штольц снова выступила в Парижской национальной опере, но следствие слабости голоса, былого успеха уже не имела и была вынуждена окончательно покинуть оперную сцену. Скончалась Парижа в возрасте 88 лет 30 июля 1903 года.